друзья мои приветствую вас середина сентября я на своей исторической родине пензенская область одно из заповедных озер вернее прудов находящихся в нашем районе раньше это был колхозный пруд я как-то уже показывал его зимой я рыбачил здесь братом на жерлице сейчас ссылочка будет кому интересно перейдите посмотреть было достаточно неплохо по рыбалке имею один из немногих погожих есть повезло куда это попер друзья мы только фактически приехали ушли от всех рыболовов самое в самое верховье есть очень интересное место это верховье камыш локальные бугры на дне которые обильно заросли травой здесь стоит хищник весь народ рыбачит на яме у всех в основном вертушечки джиги я говорю брату погнали по рыбачим туда там по-любому должна быть крупная рыба потому что здесь обилие малька у меня все тот же самый мегабас проб дартер саня все-таки поставил под пирог хотя я его отговаривал ну мы начинаем нашу рыбалку а у нас нет пацака единственное она сразу в траву открелась и идет я думаю до килограмм 700 хорошо все в бочинку мелкая травяночка вот это не о чем ребят такой конечно сейчас отпущу минутку какая красавица есть смотри выход не знаю не я думаю это челночок небольшой да вот она друзья зрелищная рыбалка на поппер видишь уже примерно по даже по волне начинаешь понимать насколько крупная рыба он смотрите трава видите какой слой хотя глубина здесь не знаю метра полтора наверно есть точно он брат говорит даже больше малька здесь очень много соответственно и концентрации хищника есть в основном конечно это травянка не крупная размер народ как я поймал это ее самый средний так конечно есть и крупнее но они более привередливые ушли в самое в самое верховье там тупик я конечно протоки есть ну вот она может там не пройдет я только что перевязал шнур что-то может быть поинтереснее вот это точно моя это келошка эту возьму их закроешь смотри какой зеленые я возьму сам я за воблер возьму и да нет тут келошки хотя опыт кило ну грамм 800 наверное есть ну чё как думаете можно такую взять или нет возьмем ладно давай пакетик вот он друзья мегабас проб дартер вообще выходим в точку практически с нулевой глубиной ковер растительности глубины сантиметров 50 отличное место для щуки он островок видишь какой слева вот туда бомби я щас попробую здесь припарковаться спиннинг поднимаю повыше потому что воды окунек наверно или челночок маленький был потому что воды между травой еще раз челночок сто процентов воды сантиметров я говорю 10-15 чуть дальше даже этому плавающему поверхность поверхностнику заглубиться он сразу цепляет травку поэтому вот такая зрелищная рыбалка минус конечно в том что рыба мелковата но можно выбирать мы же люди у тебя цивилизованные что-то взяли что-то выпустили есть она здесь да я предлагаю уходить все крупнее думаю что здесь не будет как думаешь сейчас одну секунду я выберу и ты мне покажешь просто там а глубина побольше здесь совсем мелко камыш ну поймал ничего ничего бомби еще раз видно что вдруг камыша ямка не была по моему мне показалось был выход сразу прям там где видишь поглубже там конечно надо что-то это заглубляющееся но это опять же надо искать эти локальные пятаки и в этих локальных пятаках ловить есть 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 отлично снимаю вон она вижу вижу какая есть вся твоя но верно можно вы поможете на вон она вон она похожа на вон она вон она вон она вон она где-то ну и хорошо достал горизонт где она стояла есть еще одна ты ты офигел что ли дети сейчас буду бить крупнее походу да тащишь ты нас где крупная такая же меняю мегабасика что опять брат меня тут нервирует у нее что не заброс поклевка в ловит он на китайский воблер я заказывала солишки копе там чего-то 3 крючковый я вот поставил неогруженную резинку сейчас попробую просто погонять если что подгружу и я просто даже не чебурашка я может быть каким какой-то свинцовой полосочкой цепану отсюда чтобы она там тонула получше если будет плохо тонуть струна вот такая единственно купили без вертлюжка пришлось городить вот уже здесь на водоеме такая друзья красивая приманка посмотрим сейчас понравится ли она рыбе санька вот здесь ее и надо ловить на эту штуку смотри она везде проходит прикина и летит как далеко а мы еще не доплыли до них решили срезать рванем вот здесь через протоку выйдем туда где поглубже вот друзья направление куда нам нужно нам нужно туда мы уходим самое в самое верховье озеро где точно никого нет вот только пробиться но и вот опять же со слов брата там есть некие очаги то есть пятна чистой воды в которых летом жарко в этом году было очень жарко вот рыбу он видел и видел крупные экземпляры но они вообще отказывались брать на что-либо даже на живца поэтому сейчас похолодало пару раз были заморозки ночные мы двигаемся туда на местах где есть возможность облавливаем поверхностниками смотрите друзья какие лабиринты тростниковая как в астрахани ереки протоки очень интересные друзья весла снял по-другому здесь не пройдешь конечно кто-то рыбачит а кто-то гребет да александр удалось пробиться на месте ну надеемся что сейчас будут клевать мальки все тишина друзья это самое секретное из всех секретных мест в нашей округе здесь раньше была деревня пионерский лагерь был советское время совсем далекое время в годах в пятидесятых деревне нет давно плодовые деревья остались фундаменты строения видите даже шиповник и вот такая река не буду называть ее название здесь практически никто не бывает поэтому велика вероятность поимки хорошей крупной рыбы видите как все вытоптано косули и лося ходят сюда на водопой и 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 везет опять александру забрал он мой монтаж неогруженную резину поставил белую длинную на который я ловил вот рыбка при этом когда он подошел как ему показалось от берега дошла рыба но размером говорит прям под метр ну вот секретное место сработала ну такая себе как и там на водоеме под кило годится чё сегодня котлеты друзья так всегда старший брат гребет старший брат монтаж монтирует а младший только вот только сливки снимает ладно моя еще подрастает сейчас я поймаю свою тоже трофейную все друзья закончили рыбалку в этом секретном месте свою рыбу я не поймал да зато прикоснулся к легенде моя рыба подрастает рыбы тут есть ловили здесь хороших поросят но ведь как нужно подбирать к ней ключик либо попадать просто на жор жора пока еще нет травы много грязка кидать некомфортно вот заморозки постоят поймаешь здесь трофейную работу ну здесь поймает он здесь свою трофейную рыбу пришлет мне фоточки побудоражит мое сознание мы назад в лодку и опять передвигаемся по большому водоему вот это ручей который течет секретное место где мы только что были вот водопаде киева так условно зову а под водопаде к видны силуэты достаточно крупные белые рыбы я думаю что это либо плотва либо красноперка видите естественная преграда рыбка ушла бы туда рыбы здесь есть поэтому и хищник крупно есть но так как кормовая база у него крупная есть короче свои нюансы в ловле этой рыбы все мы на водоем и возвращаемся к машине и планируем закончить нашу рыбалку сюда перешли я думаю что и обратно получится перейти надеюсь это будет не как в том ролике где я ездил за карасем на секретное лесной пруд да все здесь друзья секретные да можете не удивляться этому здесь если хочешь сохранить в тайне место своей ловли лучше об этом никому не говорить есть люди порядочные а есть совсем непорядочные надо понимать что деревня совсем другой менталитет людям в общем совсем не зазорно наставить сети и вычерпать рыбу ягоды были эти как когда вода разливается какая же здесь благодать для рыбы ничем ты отсюда не возьмешь живет она здесь и кайфует вода упала и вот есть возможность ее немножечко подловить обожаю наблюдать за подводным царством вот прям видно канавка и начинается ямка метра полтора-два наверное да вода чистая уже все прохладно красиво понырять по здесь конечно летом с маской и с вас там я думаю здесь так много можно всего увидеть блин китайца ловит до осторожней головасти готов переместились друзья из тех перспективных мест на большой простор сейчас будем двигаться в сторону автомобиля ну и вот санина китайца бабахает я по-прежнему на поперок ветерок разошелся планировали мы что будет он нас гнать в нужную нам сторону но он дует в лицо поменялся одним словом ветер поэтому проходим некоторое расстояние от паркуемся возле камыша и облавливаем акватории думаю что надо конечно что нибудь уже глубоководное ставить уже день в разгаре одно радует друзья малек малька много если это белая рыба и здесь так много хочется чтобы было малек хищной рыбы окунек щука тоже подлещ как ни странно говорят он здесь есть но его практически никто не ловит есть хороший крупный линь вообще рыбе здесь живется комфортно он сколько малышей сигалеток это уже этого года рыбки осталось пережить зиму им еще хорошо я надеюсь мы встретимся с ними а мы двигаемся в сторону дома как обычно я грибу а александр александр ловит рыбу значит есть она здесь одевай стоим сейчас долго не снимал остановили сейчас чтобы опять сделать пару тройку забросов там ближе к камышу как она шлепнула но промахнулась интересный рельеф тут яма потому что мы видим здесь локальный бугорок на дне очень кстати интересное место для ловли зимой на жерлице не сказал что он знает взял греть на вооружение мари как малек играет выпрыгивает из воды все друзья закончилась наша рыбалка подождали пока разъедутся рыболовы помыли лодку значит по улову взяли мы сегодня четыре рыбки это вот самая крупная не знаю 800 грамм ближе к килограмму и три штуки практически одинаковых то есть 2 вот такого размера одна и вторая поймана здесь на водоеме а скорее всего вот это видите какой темный цвет поймана вот в том секретном месте которое мы с вами посетили значит выпускали рыбу вы это видели чтобы просто понимали народ не брезгует забирать даже вот таких давайте предположим что это у нас самое маленькое видите да масштаб трагедии мы берем в принципе тех какие на самом деле не стыдно показать вам показать друзьям себе сегодня у нас будут котлеты и щуки не часто мне удается их отведать друзья мамины котлеты и щуки это кулинарный просто шедевр такая была наша рыбалка осень стремительно приближается не знаю получится ли еще порабачить на спиннинг или на фидер жизнь покажет гоняет продолжает гонять но не клюет все что в чем что не влезем вместе не влезем в звезде мы влезем добром встали еще против этого щурицу я же ничего вырезать не буду так все так все и вставлю я же просил тебя быть культурным и более быть культурным а не самим собой все мы домой на этом все чем обычно говорим до встречи удачи нам всем пока то же самое только без мото вообще природа как все хорошо как рыбалка пойдет конечно хотел получше тогда все как рыбалка